Добро пожаловать на программу «Фестиваль Манны». Сегодня вас ждет особое учение. Это масштабное иллюстрированное послание. Павел говорил о щите веры, но часто наша вера высыхает и ослабевает. На нашем щите веры появляются трещины. Как нам разобраться с этим? Как нам восстановить веру? Укрепить. Мы будем говорить о том, как смазывать свой щит во время битвы. Не пропустите. Как заботиться о своем щите, подготавливая его к битве. Как заботиться о своем щите, подготавливая его к битве. Ефесянам 6.16, «Апачи всего возьмите щи дверы, которым возможно угасить все раскаленные стрелы лукавого». Также в Исаии 21.5 сказаны слова, которые связаны с этим местом. Там сказано «приготовляют стол, растилают покрывало, едят, пьют». «Вставайте, князья, мажьте щиты». Обратите внимание на последнюю фразу «мажьте щиты». Для ведения войны во времена римлян без щита нельзя было обойтись. Щиты становятся преградой между телом солдата и оружием врага. Вот в чем был вызов. Нужно было создать достаточно большой щит, чтобы защитить солдата, но в то же время он должен быть достаточно легким, чтобы не стать бременем. Средний щит в то время весил от 7 до 10 килограмм. Таким образом, если щит был слишком тяжелым, то мешал солдату двигаться в бою. Было четыре разных вида щитов, которые использовались в Европе и на Ближнем Востоке во времена Римской империи. Именно в это время Павел писал свои послания. Во-первых, был длинный щит. Он использовался солдатами с самых первых дней. У них не было никакой брони, и щит прикрывал их почти что полностью во время битвы. Второй вид щита — это короткий щит. Он создавался таким образом, чтобы с ним можно было легко маневрировать и защищать лицо, особенно в случае боя на ближней дистанции. Третий вид щита, который придумали позже, назывался щит «восьмерка». Он, как и подразумевает название, был похож на «восьмерку». В нем убиралась часть дерева в центральной части, чтобы облегчить его в сравнении с другими щитами. Как вы понимаете, все щиты были из дерева. Это был основной материал. Затем появился длинный изогнутый щит римлян. У нас есть несколько примеров изогнутого щита. Передо мной маленькая версия щита. Я хотел бы задать вам сейчас вопрос, почему они изгибали щит, а не делали его ровным? И ответ на этот вопрос, на то было несколько причин. Первая причина — изогнутый щит лучше защищает солдата. Если использовать этот щит в битве и в вас выпустят стрелу, то изогнутая щита в паре с поворотом может отразить стрелу врага. Римляне изучали войны греков, а также они изучали войны перцев. Они были прекрасно осведомлены об оружии, которое использовалось в те времена. И римляне начали создавать то, что считали самым эффективным оружием, и тогда они разработали этот вид щита — изогнутый щит. Именно про этот щит, про долгий, изогнутый щит, Павел пишет в Ефесянам 6, говоря о щите веры. На греческом там стоит слово «териос». Мы еще поговорим о корне этого слова и его значении. Я покажу вам один пример щита, который использовался во времена Римской империи. Павел говорил о нем, когда рассказывал про щит. У щита были свои цели. Во-первых, на расстоянии щит мог остановить стрелы или камни, которые метали в солдат. Во многих городах в солдат бросали камни, когда те приближались к городу. Щиты поднимали, чтобы отразить их. Кроме того, щиты использовали вблизи. Почему щиты использовали вблизи? Потому что они могли защитить от удара меча, а также от стрел. Какие-то стрелы отлетали, а другие застревали в щите. Щиты отлично подходили для защиты на близком расстоянии. Щиты также использовались в атаке. Скорее всего, вы об этом не знали. Это также связано с тем, что щиты веры — это оружие как защиты, так и нападения. Эта часть щита сделана из металла. Она называлась «умбал». Ее использовали в атаке. Иными словами, солдаты подбегали к противникам на скорости и били врага этим металлическим предметом. У него была одна цель. Он не должен был убить врага или ранить. Он должен был заставить противника потерять равновесие. Разве не этого враг в основном пытается добиться? Он пытается сбить тело Христова и народ Божий с ног, когда они пытаются ходить с Богом. Был также и четвертый способ использовать щит. Солдаты смыкали свои щиты. Возможно, вы видели это в фильмах. Вот как выглядел большой щит. Солдаты становились и смыкали свои щиты, тем самым формируя цельную стену. И когда враг пускал в ход стрелы, то они поднимали щиты над головой, и стрелы попадали в щиты, а не в них. Таким образом, и я хочу обратить внимание на это, щит является очень важным оружием защиты. Вам нужен щит, чтобы защититься от стрел, камней и других предметов, которые летят в вас. Павел называет такое щит щитом веры. Обратите внимание вот на что иногда рядом с лучниками стояли щитоносцы. Вы не можете носить щит, если вы лучник. У вас в одной руке лук, а в другой стрела. И когда вы стреляете, то не можете защититься. Вот почему многие лучники ходили щитоносцами. Щитоносцы стояли рядом с ними, когда они стреляли из лука. А если в них стреляли в ответ, то щитоносец поднимал щит, чтобы защитить лучника. Это интересно. Возможно, вы слышали о служении, вспоможении и об оруженосцах. Доктор Кэтшоу рассказывал о оруженосцах. Оруженосцы — это люди, которые окружают мужа Божиего или лидера, защищая его. Они помогают им принимать решения и обращать внимание на людей, которые окружают их. Мы говорим об оруженосцах. Не забывайте, что у Саула тоже был оруженосец. И этого оруженосца звали Давид. Он знал, что Давид мог расправиться с врагом. Если ты можешь убить медведя, льва, великана, то точно можешь стать оруженосцем царя. И в подростковом возрасте Давид стал оруженосцем. И это значит, что он заботился об оружии Саула. Он также носил щит Саула, чтобы царь не занимался этим. Мы должны обсудить римские щиты. Мы поговорим о том, из чего состоял щит. Сам щит на латыни называется «скутум». Щиты делали из кусков древесины, которые склеивали вместе. После этого их покрывали плотной тканью или кожей. Впереди была особая часть умба. Как видите, она есть у всех щитов. Это та часть, которая находится в центре щита. А с обратной стороны щита была деревянная ручка. Она была нужна для того, чтобы нести их в битве. Иногда вместо них использовались кожаные ремни. Вы просовывали руку через щит, и один ремень оказывался на запястье, а другой в районе локтя. Благодаря этому вы могли двигать щитом во все стороны во время битвы. Обычно щит был около 1 метра в высоту и около 40 сантиметров в ширину. Он весил примерно, как я уже говорил об этом ранее, от 7 до 10 килограмм. Если солдат наденет шлем, броню, щитки, щиты и все остальное снаряжение, то это будет довольно тяжелое. Но шамп солдату нужно было брать все это в битву. В период римлян было два вида щитов, которые в основном носили солдаты. Первый вид маленький щит — аспис. Этот щит был круглым. Его диаметр достигал почти 1 метра, и весил он порядка 7 килограмм. Он был намного легче других. Кроме того, был еще и тяжелый щит. У нас есть разные размеры щитов, созданных по историческим данным. Я покажу вам некоторые из них. Надеюсь, что вы сможете рассмотреть их все. Вот один щит. О втором я поговорю позже. У нас есть и другие щиты. Они были созданы по истерическим примерам. Вот еще один щит. Как видите, он чуть выше. Вот еще один. Он немного легче. Это самый маленький из щитов. По его центру находится деревянная ручка. Солдат. Солдат держал его на руке. Все эти щиты держались на руке, когда воин шел в битву. Итак, это те примеры римских щитов, что есть у нас. А важно понимать, что Павел говорил о щите веры. Обратите внимание на это. Бывали моменты, когда вы использовали меньше веры, но больше мудрости в битве. А также бывали времена, когда вы использовали больше веры, но не имели мудрости. Она не была доступна вам. Иногда вы говорите что-то и принимаете мудрое решение, которое может остановить битву. Но также бывают моменты, когда вы сталкиваетесь с духовной силой или ситуацией, чтобы выбраться из нее, вам нужна вера. Итак, есть разные виды щитов и разные уровни веры. Возможно, мы рассмотрим это позже. Щида, которым говорится в Библии на греческом, называется «амтериус». Это слово происходит от корня, который на греческом означает «дверь». Вот тот щит, сейчас я его вам покажу, о котором я хотел бы с вами поговорить. Это самый важный щит, который использовался, когда солдаты шли на битву группой. Кто из вас понимает, что никто не должен быть один в изоляции? Мы должны работать вместе, как команда. Вот как этот щит называли римляне. Скутон, а греки называли его «териус». Греческое слово «териус» происходит от корня, который означает «дверь» или же «проем». Когда в Откровении Иоанн говорит «я видел открытую дверь на небе», то используют это греческое слово, которое означает «портал» или означает «проем». Это не круглый, а прямоугольный щит. Он изогнут для того, чтобы отражать стрелы. Такие щиты делались из кусков древесины. Сегодня мы бы назвали это фанерой. Их нагревали, чтобы согнуть. Его не вырезали из дерева такой формы. Они нагревали его, чтобы согнуть дерево. Это помогало отражать летящие стрелы. Павел говорит, что такой щит может угасать все стрелы, раскаленные от лукавого. Мы еще поговорим об этом. Итак, я хочу показать вам, как щиты использовались в битве. Было несколько способов. Во-первых, их использовали для защиты от стрел. Это было его главное предназначение. Если вы подходили ближе к врагу, то его использовали против ударов меча. Если вы приближались к стенам города, то его использовали для защиты от камней или других предметов, которые бросали сверху. Как видите, этот щит защищал вас не от какой-то одной вещи. Были стрелы, копья, разные камни, которые бросали со стен. Кто из вас понимает, что ваша вера не просто спасает вас? Ваша вера приносит вам спасение. Она также приводит вас к крещению в Духе Святом, к избавлению, к хождению с Богом. Ваш щит веры должен использоваться так же, как он использовался на поле битвы для разных вещей и вызовов. И точно так же ваша вера будет нужна для различных вызовов жизни. Я хочу обратить внимание вот на что. Вы можете использовать ее как оружие защиты. Она может принимать на себя стрелы врага. Но вы также можете использовать ее как оружие нападения. Я не слышал, чтобы кто-то об этом учил до этого. Вот эта часть использовалась для нападения, чтобы сбить противника сну. Вы должны понимать, что если наша вера это щит, то она должна быть как оружие защиты, так и оружие нападения, чтобы атаковать силы врага. Все служение Иисуса было связано с исцелением, избавлением и спасением. Он использовал свою веру, чтобы атаковать силы врага. И первый, стратегический пункт, звучит так, сильная вера может отразить любую негативную мысль или ментальную стрелу врага. Вспомните об огненных стрелах лукавого. Почему там говорится о стрелах? Помните, я рассказывал о шипах, которые были на шипе, но также были и стрелы. Сейчас мы поговорим об этом. Стратегический пункт номер два, цитирование Писания, это удар по броне врага. Если ваш враг ставит защиту, то цитирование Слова Божие восстановится стрелой в ваших руках, которая пробивает щиты врага. Библия говорит следующее, «Пятеро из вас прогонят сто, и сто из вас прогонят тьму». Это Левит 26,8. Я прочитаю весь этот кусок, «Пятеро из вас прогонят сто, и сто из вас прогонят тьму, и падут враги ваши пред вами от меча». Когда мы объединяемся вере, когда я добавляю свою веру к вашей и так далее, то это увеличивает уровень власти, которую Бог дает нам в духе, и в тот момент мы можем увеличить число побед, которое мы получаем. Это происходит, когда мы объединяемся в вере. Римские солдаты славились тем, что работали вместе, и мы это прививали. Я вижу аналогию со спортом. Это как в футбольной команде. Если Квотербэк не защищает линию, то команда будет проигрывать. Если нападающему не будут помогать, он не пройдет линию. И то же самое касается и тела Христова. Мы делаем больше, когда мы едины. Вот как армия объединяется. Когда они приходили к городу, предположим, что они собирали захватить город, они могли броситься в атаку. Это щит, который символизирует дверь. Большую дверь. Использовался для атаки на город. Они становились в одну интересную формацию. Она называлась тестудом или черепахом. Римляне воспользовались примером черепахи. Вы понимаете, о чем я, да? Черепаха. Черепаха прячет голову в панцирь, когда она в опасности. Они подумали, что случится, если мы будем атаковать город. Вместо того, чтобы все несли свои щиты отдельно, мы можем пойти вот так. Вот как выглядит черепаха. Вы видите группу людей, которые держат щиты перед собой. Они принимают на себя удар стрел. Но когда они приближались к стенам города, в них начинали также бросать камни. Это были большие камни. Если такой камень попадал в шлем солдата, то мог ранить его. Вуэн ощущал удар и даже мог получить сотрясение. Он мог и не погибнуть, но получил бы сотрясение. Они поднимали большой щит над головой и шли вместе, как единое целое. И камни отбивались от щитов, когда они подходили к городу. Обратите внимание вот на что. Каждый солдат мог держать щит отдельно. Но они усиливали свою защиту, когда они смыкали щиты. В теле Христовом есть одна вещь, которая не дает мне покоя. И эта вещь — это нехватка единства. Есть люди, которые находятся в одной деноминации, но не сотрудничают на служении и пробуждении. Много лет назад была конференция, которую проводили 30 церквей. Но в итоге они отменили ее по одной причине. Кто будет петь в группе прославления? Какая группа прославления будет в хоре? Сколько будет певцов? Кто будет играть? Кто начнет служение? И так как они не смогли решить эти вопросы, то решили ничего не проводить. Враг смеется с нас, когда видит такое разделение. Я никогда не забуду один случай. Надеюсь, он никого не обидит. Я проповедовал в Алабаме много лет назад. Там была одна женщина-баптистка. Это была небольшая церковь. В тот вечер там было 150 человек. Эта женщина говорила о нашей деноминации. Она сказала, я побывала во многих церквях этой деноминации. Она назвала ее. Я спросила ей, что вы думаете? Она сказала, у вас лучшая музыка, какую я только когда-либо слышала. Я хожу сюда, потому что мне нравится музыка, и ваши проповедники умеют проповедовать. Если бы вы только любили друг друга, то вы бы были лучшими. А я сказал ей, сестра, мы медь, звучащая, или кимвал, звучащий. Все мы, если мы хорошо поем и проповедуем, но не имеем любви, как сказал Павел. Мы просто издаем шум. И вот та вещь, которая мучит меня уже много лет, проблема с единством теле Христова. Мы соревнуемся друг с другом вместо того, чтобы бороться с врагом. Вот почему мы видим некоторые нечестивые законы в нашей стране. Причина их в слабости людей, стоящих за кафедрами, и в отсутствии единства среди святых. Они борются за вещи, которые никак не связаны со спасением и с вечностью. Вы понимаете, о чем я? Павел требует от тела Христова сотрудничества. Ефесянам 1, 10, 2, 5, 6, 12, он говорит о том, чтобы мы были едины. Ефесянам 2, 15, 16, 4, 4, 5, 6, он говорит, что мы должны объединиться в этой духовной войне. Я хотел бы сказать вам нечто. Если вы пятидесятник, то баптисты не ваши враги. Если вы баптист, то баптисты не ваши враги. Ваш враг – дьявол, начальство и силы, которые разрушают жизни людей. Мы должны понять, что дело не в динаминации, не в том, кого мы представляем и какое царство мы пытаемся построить. Нам нужно вернуться к пониманию того, что есть лишь один царь и одно царство. Один Господь, одна вера и крещение. Будьте благословенны. Субтитры создавал DimaTorzok